Мы приведем наши автомобили в порядок, покажем как отремонтировать фургон. Если у вас фургон из сэндвич панелей, вы столкнетесь с такой проблемой, что у вас обвисли потолки. Часто можно увидеть на дешевых изотермических фургонах из сэндвич панелей вот такую картину. Да вы что, это же не каркасник, это сэндвич, с ним нет никаких проблем. Есть, парни, проблема. Касается всех производителей, которые продают и Луидор, и Автомаш, и вот эта будка у нас конкретно Камея. А это все происходит потому что, скорее всего, клей-то дерьмовый. Мне кажется, именно из-за воды, из-за перепада еще температур, тепло, холод. Тут то, что зимой тепло, на улице холод, перепад температуры. Этот клей, собственно, не работает. Этот фургон продержался, по-моему, что-то два с половиной или три года. Потом все, он начал рассыпаться, вот этот век. Вот сейчас мы будем восстанавливать. Сейчас минус 20 на улице. Поставим сюда печечку. Покажу, какой клей купить, как сделать закладные какие-то из таких-то брусов. И мы вернем это все в нормальное состояние. Для производства сэндвич панелей используется специальный полиуретановый клей. Он продается в больших тарах и стоит это от 5000 рублей. Соответственно, чтобы отремонтировать потолок, нас такие ценники не устраивают. Поэтому мы решили поэкспериментировать. Мы не говорим, что это проверенный вариант. Сейчас будем пробовать. Берем тоже полиуретановый клей, двухкомпонентный. Он используется для клейки паркета. Можно в строительном магазе купить. И стоит он в пять раз дешевле, там 1200 рублей. Вот мы сегодня попробуем его склеить. Сейчас мы будем делать тестовый образец. Посмотрим, как наш клей для паркета будет склеивать пенопласт и оцинковку. Также, просто ради интереса, я прислоню сюда деревянный брусок. Посмотрим, как дерево еще крепит. Поэкспериментируем. После того, как оно подсохнет, попробуем ее намочить, воздействовать на нее воду. Будет ли от воды клей отклеиваться, собственно, от нашей поверхности оцинковки и дерева. Так, приклеиваем пенопласт и приклеиваем брусочек. Брусок не обезжиривали, просто так сразу. Так, положим, чуть прижмем. Больших надежд на клей я не возлагаю, поэтому мы будем делать еще дополнительные силовые деревянные закладные. Сейчас мы будем разбирать вот эти панели, нависшие над головой. И там должны у нас идти небольшие такие тонкие поперечины железные. И к этим железным поперечинам мы прикручиваем наши деревянные бруски. К этим деревянным бруски мы уже надежно закрепим саморезами наши провисшие панели. И после этого они провисать больше никогда не будут. Помимо этого мы еще пустим один длинный брусок до конца посередине. Мы его здесь вот в этих местах через метр тоже закрепим. И у нас будет надежно закреплен весь потолок. Без шуруповерта, если вы соберетесь по дешману крутить ручками, вы просто запаритесь. Нужен шуруповерт. Вот такой вот у нас листик отклеился. Здесь есть закладные железные. Мы сюда вставим брус двоечку и на саморезы его притянем. И потом наши листы сюда пойдут. Нам нужно будет немного подготовить поверхность этих старых листов. Старый клей оторвать. Берем шпатель и удаляем старый клей. У нас есть некоторая сложность с ремонтом, потому что здесь у нас установлен на автомобиле рефрижератор. Здесь находится блок испарителя. Блок испарителя, он проходит через 4 болта, проходит через крышу, через вот эту панель, через пенопласт. У нас некоторые сложности, чтобы снять вот этот лист. Поэтому мы его будем просто аккуратненько отгибать, здесь все зачищать, ставить закладную и крепить его обратно. Для того, чтобы с ним работать, нужно подпилить с каждой стороны по одному сантиметру. Потому что ширина этих листов шире, чем расстояние от этой стенки до этой стенки. Она, получается, заходит на сантиметр вовнутрь стенки. Сейчас мы это подпилим, намажем клеем и все обратно, собственно, приклеим. Для чего я снимаю вот эти обзорчики, ремонт вот этих фургонов? Сэндвич-панели это подразумевает под собой супер качество. И когда вы приходите с миллионом 700 в автосалон, вы покупаете вот этот кусок говна, вот этот. У нас есть, кстати, отличное видео импортозамещение из говна и палок. Оно все на клею спрятано внутри вот этих панелей, подразумевается на то, что вы никогда не залезете туда и не узнаете, что этот конструктор собран из таких вот кривых кусочков. То есть, если мы эту ситуацию видели на каркаснике, спрятанные эти кусочки, то в сэндвиче тоже самая ситуация повторяется. Да, немного качественнее он, но он, сука, внутри разваливается. Точно такие же куски обрезки сделаны. Вот здесь, вот трещина, вот эти какие-то из наборов. Сэндвич-панель должна быть сделана из сплошных кусков пенопульстирола или пенопласта. Пенопласт это вообще самый дешманнейший, самый дешманский вариант. Потом о вас снимают вот такие вот ролики. Я понимаю, что вы меня все не любите по фургонам, потому что я вам рассказываю людям, что как есть на самом деле. Отрезали брусочек под размер, сейчас мы его сюда вставляем в пазик и на саморезы крепим поперечень. Вот так будет красиво все в уровень. Отмеряем полоску, проходим ножом и на пласт делаем канал для наших закладных. И потом просто выбираем зазор 20 сантиметров. Сюда потом вот так вот ставим. В концовке получаем вот такую вот обрешёточку, в которой мы уже закрепимся отлично. Между собой вот эти мы будем связывать вот такими уголками железными. И ещё дополнительно под эти закладные дадим полосочку пены. Во-первых, эти закладные у нас утонут, в пене будет более жёсткая конструкция, не будет никаких щелей. Вот такой у нас получился армированный потолок. Деревяшки туда в пену засосал, но уже высохло, мы всё обрезали. Очень жёстко получилось. Так, вот у нас внутри этот твердитель. Вот у нас такая чача-то густая масса. Так, у нас три панели. Ещё мы хотели по бокам фургон у нас там не доделан. В общем, будем делить на четыре части всю эту массу. Мы как творожок взяли вот такую вот ложку. Сейчас попытаемся ложкой разделим на четыре части и замешаем. У нас твердосик. Так, и сколько вас наливать? Чтобы правильно замерить количество отвердителя, мы его замерим сначала полный объём, как и в банке. А потом возьмём отсюда всего лишь четвертинку. У нас получилось 350 мл отвердителя. Берём одну четвёртую отсюда. Теперь всю эту бодягу замешиваю. Сейчас чуть-чуть размешаю и миксером до конца перемешиваю. Сейчас мы посмотрим наш подопытный образец. Вот так вот он склеился. Получается, оторвало частично, прям с деревом. Сейчас попробуем пенопласт оторвать. Думаю, тоже будет проблемно. Будет рваться пенопласт, а не сам клей. Да. Клей клеит. Клеит просто замечательно. И рвётся сам материал склеиваемый. Видно, что клеит намертво. И даже будет проблемно потом оторвать, если мы захотим потом отремонтировать, залезть. Четвертинки размешанного клея получилось мало. Здесь надо минимум треть на один лист замешивать. И то будет маловато. Поэтому лучше, чтобы было прилично клея, надо бахать, наверное, два ведра покупать на потолок. Но я думаю, и так будет держаться, потому что мы сейчас прислоним за счёт вот этих закладных. Оно плотно притянется. Давай сейчас прислоним, посмотрим. Клеим железные обои. Прикручиваем. Сейчас ещё вот такие подставочки поставим. Они будут запрессуют на потолок. Прикручиваем потолок с саморезиками. Отлично притягивает. Плотненько всё сидит. Вот так клей приклеивается там. Нормально, в принципе, по площади. Сняли наши подпорки. Приклеилось вообще замечательно. Если сравнивать вот здесь вот. Если нажимать, мы видим, что он жёстко стоит, не гуляет. Вот здесь вот остались куски под рефрижератором, которые мы не клеили. Вот они болтаются. И вот это. Почти монолитная. Вы, наверное, заметили, что здесь ремонтировалась также передняя часть фургона, передняя стенка и её основание. Мы переваривали балки. Две балки новые лежат. И основание передней стенки. Всё это вырезал, потому что там внутри всё сгнило нахрен. Вот эти листы пришлось отрывать, чтобы добраться до уголков. Сейчас мы всё это заизолировали. Новые уголки, новые усилители. На полу также заменили оцинковку. И сейчас тут тоже всё утеплим и заменим. Сейчас будем зашивать, склеивать точно так же на этот же клей. Полностью зашили. У нас следочки от лотков останутся. И эта сторона. Сейчас стелим пол. Если кто-то думает, что у него сэндвич панели фургон, на самом деле на полу у вас обычный, собственно, каркасный сэндвич. Только боковины, стены на фургоне, передняя стенка. На полу всё так же то же самое дерьмо, как мы видим. Вот такие пенопластики вставыши. Александр сейчас вам продемонстрирует. Александр, ну нежнее снимем надо. Нежнее, аккуратнее. Точно не просто так они здесь. Вот так вот. Это топчик, да? Топовые фургоны, парни, топовые. Вот за это, собственно, люди и переплачивают. Сверху 200 тысяч за нормальный фургон, чтобы вот этого конструктора лего не было из пенопласта. Вот это угребище. Оставшиеся два листа мы закрепили по аналогии с первым листом. Подняли его, чуть-чуть приклеили и на саморезы в закладные. Чтобы исключить провисание нашего оцинкованного листа, там где он не был закреплен на саморезы, мы подставили вот такие вертикальные стоечки. Они высотой где-то метр восемьдесят три, метр восемьдесят четыре. Получается, на каждый лист нужно по шесть вот таких вот стоек. Несмотря на кажущуюся простоту ремонта, он съедает на самом деле очень много времени. Лично мы потратили примерно три дня вдвоем. То есть вам желательно, чтобы у вас был помощник. Потому что когда вы держите вертикальные листы, кто-то должен их прикрутить к потолку. Ну и вдвоем на самом деле очень удобно работать. Придержал там и так далее. Помимо этого вам понадобятся дополнительные такие инструменты, как лобзик, болгарка, шуруповерт. Без них очень проблематично недолго работать. Именно для этого мы делаем такие обзоры, чтобы имея эту информацию, держа ее себя в голове, когда вы приходите в автосалон, вы делали правильный выбор. Не гнались за дешевизной. Лучше переплатить 100 тысяч рублей, 150 и даже 200 тысяч рублей, чем за 5 лет эксплуатации по 50 тысяч рублей отдавать за ремонт этого фургона. На хорошей будке вы просто будете ездить и не знать горя и каких-то проблем с ремонтом фургона. Большие компании со своим собственным автопарком уже давно сделали выбор в пользу правильных фургонов. А было это потому, что они запарились отдавать деньги. Например, вы делаете палетную загрузку, и вам погрузчик надавил на стенку, а она просто отлетела. То есть через три года сгнивает вот здесь вот закладная. Неправильно погрузили, все, стенка от борта отваливается. Это ремонт фургона, это постоянно высасывание деньги. Машины не работают, соответственно, это простое. И еще ремонт нужно оплачивать. Вот такой у нас был обзор на очередной раздербаненный фургончик. Мы посмотрели на его составляющие, заглянули вовнутрь и резюмировали, стоит ли брать такие машины или нет. А в следующем видео мы займемся нашим долгостроем, который здесь уже простоял три года. Ой, один год он стоял у хозяина и два года у нас. У нас уже плесень на сиденьях. От этого никуда не деться. У него стекла закрыты, и там никто не открывает, никто с ним ничего не делает. На водосливах уже мох растет. Ну пойдем, покажем. Да, у нас тут уже вот такая жизнь зародилась у нас уже на водостоках. Сейчас наша будет задача открутить колеса, поменять суппорта или ремкомплекты, и чтобы хотя бы эта телега начала катиться, чтобы мы могли загнать в гараж и установить сюда двигатель Cummins. Двигатель Cummins, кстати, здесь будет непростой. Мы сюда зальем специальную калибровку, доработаем впуск, и машина будет больше 200 лошадиных сил. Мы потом поставим эту машину вместе с Toyota моторами и посмотрим, кто кого дернет. Если честно, даже не знаю, сразу же ставить сюда задние дисковые тормоза или пытаться реанимировать старые барабаны. Кто уже делал себе задние дисковые тормоза, посоветуйте свой конфиг. Кому что понравилось, только и пожалуйста не советуйте. Передние дисковые тормоза от Жигулей или от того же Газа или Волги, потому что жопа будет перетормаживать, и о никаком комфорте или доработке речь не будет идти, только ухудшатся на самом деле тормоза. Поэтому, парни, чтобы не пропустить новые интересные серии, вам нужно не только подписаться на канал, а еще нажать на этот гребаный колокольчик, из-за которого вам не приходит уведомление о новых видосах. В общем, всем пока, увидимся в новых роликах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова